вот его теперешний аккаунт сыграли мы в ноябре второй оппонент послабее но тоже принципе неплох встречались мы пару раз ним мой напарник первый раз не мы пошли у него очень мощный аккаунт и он довольно опытный в этом бою рассмотрим ошибку игры не от развития бы получился достаточно коротким но довольно сочным вот есть что показать играя первый раз данным игроком но я в принципе все целым удоверяю потому что он очень опытный вот и многих ребят знает соответственно мне подсказал имея премиум что там сильные ребята вот используем золотые бусты напарник сильно лагает поэтому к сожалению вот вот этот контейнер он отдаст я пытаюсь ухватить как можно больше ящиков понимаю что здесь два пехотинца и за этот ящики воевать не буду вот тут к сожалению минус один контейнер но по крайней мере здесь оба забирают мой напарник заберет не наверное не заберет я тем временем выдвинул свою пехоту в клуб в тыл точнее база оппонента использую голд атаку здесь не получится забрать ящик то есть разведка очень слабая ну и соответственно и у меня есть возможность выйти сразу в 3 уровень штаба а у напарника всего два центра снабжения он понимая что ему не хватает развития соответственно он будет драться за вот этот контейнер я считаю что это не совсем правильно потому что он будет запазывать по развитию я не собираюсь сражаться за этот ящик потому что мне силы свои распылять не стоит у напарника есть начальная армия он будет отвлекать оппонента построил пару койотиков все стрелки которые у меня есть я возвращаю на базу и буду помогать уничтожить вот эти молоты сначала избавляюсь от пехоты вот а теперь отгоняем этот пехот и тем временем я выхожу в третий уровень штаба у меня много центра снабжения мне надо поставить его ну плюс еще асу все еще лагает мой напарник у него центра снабжения нет я говорю надо срочно поставить цс ки не ухожу с этого флага чтобы не отдать этот контейнер и как только походит мои напарники я отхожу чтобы он имел возможность вложиться в экономику мне уже вот эти 400 ресурсов они не особо много могут а вот для союзника это будет большой позитив приходит оса в принципе я ничего не скрываю я буду готовить героя крота для того чтобы отбивать начальной армии мне нужно несколько стрекоз попробую разменять стрекозы напарник делать то же самое всем идет помогать мне уничтожить пехоту оппонента но здесь сожалению тяжелой пехоты довольно много то есть ну невыгодно в этом месте сражаться я ничего не хотя можно было конечно избавиться тайфуна но опасно вот даже дикобраз не хотелось бы потерять потому что четвертый уровень штаба и я не смогу устроить дикобраза у меня накопится где-то штук 3 вот этого принципе пока что будет достаточно не надо уходить следующий уровень штаба и уже улучшать этот завод здесь готовится серафим надо готовиться есть уже тербер напарника базового пустая я говорю что что уничтожу противника вот и говорю что добавь стрелки вот обязательно используя стрелков в любой непонятной ситуации куда у вас их штук 6-7 на базе то 1 атака принципе легко отбивается вот приходит принципе герой видимо не так хорошо прокачен и у моего напарника очень высокая ветка плюс я помогаю носки козами за этот конкретный ящик я уже собираюсь драться потому что я вполне уверен свою армию добавляю себе еще стрелков заранее и принципе все делаю правильно берет также союзников он добавил ссылка он нам понадобится и двигающую свою армию уже на базу среди при этом я не буду терять голосу и стрелков мне надо чтобы передняя линия вышла далеко от тайфуна когда я смогу разменять свою армию именно набор потому что оса стрекоза не наносит максимальный урон именно по броне второго типа не по тяжелым танкам а по средней вот соответственно это по моему тайфуны и вот все еще есть у меня сад правда мало хп но тем не менее конечно здесь плохой контроль плюс есть до заказ стрелков есть какая-то вышка вот и у меня приближается на передней линии большое количество ягуаров стрелков надо перенаправить вот сюда будет направлять и круто я выдвигаю как можно более ближе к противникам чтобы выбить его юниты которые будут отступать потому что пауку одного крота уже не будет в тулу вот есть стрекоза и оса который будет добивать юнитов при отходе в принципе все что надо я уже сделал вот как я и говорил ранее у меня нет дополнительного заказа дикобразов то есть мне ни в коем случае нельзя было терять потому что я иду в туман и левиафан сейчас когда у меня уже накопились ресурсы я уже смогу добавить себе завод до дикобраза но пока что нужны именно большое количество ягуаров выстраиваюсь нападаю без тумана туман подошел как только прибудет большая часть девсов тогда уже можно будет включать туман все включая туман закрывая свои ягуары при этом пехотинцы находятся на передней линии и в принципе не могут выпитывать уран подхожу надо немного отступить и использовать левиафан отличный левиафан не быть вот и мне стоит перегруппироваться но не останавливать натиск тем временем я добавляю себе еще один завод дикобраза все по фаншую именно поэтому надо построить это штук 4 дикобраза до того как вы выйдете в следующий штаб первый группировый добавляю себе еще больше струков я потерял их на первой атаке сейчас у меня есть два тумана и можно более нагло выдвигаться вперед и выбивать именно вот эти зерцы ну а стрелки будут все равно вносить какой-никакой урон огнеметчиком вот единственное что ягуар находится далековато можно было бы на более переднюю линию ставить еще подвожу чуть-чуть поближе ягуара и буду фокусить вот эти зерцы крот впитывает урон то есть в туман никто не стреляет ну и соответственно все в принципе на этом оппонент пробит все из-за того что он не вышел следующий штаб нужно следить за картой понимать что ресурсов не так много и если один игрок идет в развитии то вы уже не догоните его после вот такой вот отчаянной первой попытки ну и опять же мой напарник довольно таки плотный у него полностью покачаны 18 ранку и здание там довольно бронированы ну и таким вот образом мы довольно легко пробили оппонента при этом не потеряли свои ягуары накопили критическую массу ну и соответственно передавили противника ладно заходите на канал пишите ваши комментарии смотрите бои которые были записаны ранее все комментарии читаю буду рад ответить на волнующие вопросы и покажу со временем чуть свою прокачку